Чудо на улице Рождественской. Чудо, что никто не погиб. Туда сегодня ворвалась неуправляемая бетономешалка и стало все крушить на своем пути. Многотонный грузовик без тормозов пронесся по почтовому съезду и вылетел на пешеходную улицу. Там, как всегда, было много туристов и переполненные кафе. Ты понимаешь, мы минуту через минуту должны были быть здесь, даже меньше, если бы я проехал прямо. Мы сидим, отдыхаем, и в этот момент проезжает машина на большой скорости, и был слышен очень сильный грохот. Мой коллега вообще подумал, что какой-то теракт, потому что был очень сильный хлопок. КамАЗ вот тут, он снес вот, там стояли бачки мусорные, вместо заграждения. Вот это все сносит и валится все сюда. И, соответственно, раз машина, два машина, и там третья машина. Пострадал мой автомобиль. Капот, крыша, стойка, зеркало, бампер. Ущерб примерно около 150 тысяч. Больше всего пострадал этот пешеход. Ну, крышу искоробило, лобовик поврежден полностью, крыша передняя, соседняя машина. У нас, это наша сотрудница работает вот здесь, на Peugeot. Но она, конечно, ах, что делать? Сам водитель что объясняет? Воздух кончился в тормозах. Бетон мешал, когда приехал, он заливает бетон. Вот он там разворачивался, где щебенка наверху. Он развернулся. Ну, много попыток разворота было. Потом он уже, по всей виду, сжег тормоза. Должен быть тормозной путь, как минимум. А вы видите сжженную резину? Не видите. Тормозной он точно не тормозил. Как он затормозил, там не знаю. Почему машина вниз покатилась? Можете сказать? Тормоза не сработали? Сработали. Сработали? Каким образом вам удалось остановить машину по итогу? Что произошло с тормозами? Я не знаю, почему не пострадали. Просто повезло. Удивительно, что никто не пострадал. Потому что здесь пешеходная часть, очень много туристов ходит. Первые, что вышли, сразу. Пострадавших, что-то нету. Я говорю, все. Уже хорошо. Водителю бетонной мешалки повезло, что его не привлекут к уголовной ответственности. Но от гражданской не избежать. Нанесенный ущерб будет исчисляться миллионами рублей.